как познавать бога и видеть его чтобы подражать ему чтобы получить подобие от бога самопелец Давидов много страдал в своей жизни искал его убить и он жене своей сказал ты положи статую под голову там козью шкуру когда придут подумают что он спит а сама в окно его спустила он убежал и вот если бы не давить представим себе что Господь не сохранил его тогда псалтыри не было чего бы мы лишились это сегодня уже надо плакать и благодарить Бога Господи как все у тебя примут и гонение было и страдали с такой и где он писал я так воображаю что где-то в пещере ночи может и свете думать и он скажет а почему так думаете мне приходилось лежать в больнице после операции это а в палате то нету свету а мне времени в то время в обрез было готовилась статья о слове она к истинному православию есть за русский язык я в голове это для путем она на бумаге нету мне принесли бумагу я в этой полудьбе писал ни одной буквы я не видел одного я расшифровал я воображаю себе что Давид так же писал как горький когда не давала ему хозяйка даже свечи где он был то вот этот тазик чищеный медный от луны отсвечивал и подался в этом как он написал это как он находил такие имена Богу я конкретно скажу псалом 64 6 стих страшных правосудий услышь нас вот она говорит я хочу правосудие я ищу чтобы справедливо со мной поступили ой как раз этого-то и не надо если он справедливо поступит нигде нам места не будет мы ищем милосердие Господи да правда согрешил достоин смерти прямо достоин смерти я на шахоте но ты занял мое место ради жертву твоей кровавой прости меня то есть должны быть умильные слова найденные для Бога я вспоминаю рассказ Максима Горького Два Бога называется бабушка когда молился я говорил господи боженька миленький да вот помоги а дед слушал и говорил еретичка я говорит он как молился дед я потом когда вырос понял он молился как старый иудей а я как лежал на пешке а память то отличная была я говорю деда а ты сейчас вот там то слово пропустил он говорит делал округлые глаза страшно пугался где Лешка я знал что он обязательно выпарит меня сегодня два Бога вот страшный правосудие страшный поэтому я прошу Господи не иди в правосудие а милосердие вот премудрость Соломона об этом же говорит 6-5 и в Соломон 7-5-12 принесем дары с большой буквы страшному если в молитву это включить люди не поймут сегодня а Псалтырь то считаем только мимо проскакивает принесем дары какие молитвы и страшному Господи Иисусе мы привыкли говорить а сказать Господи страшный услышанная язык не повернется а ведь это слово Псалтырь самой популярной на земле востребованной книги ПСЛР не Библия Библию многие не знают а Псалтырь его там любая монашка считает и по милому Божию и все время каждый день утром и везде самая читаемая книга Псалтырь не Евангелие я еще дальше сказал немножко поверну назад в откровении 1-8 1-10 20 глава 6 стихи 22-13 3-4 раза повторяется одно и то же альфа и омега так Митя что альфа и омега он из Греции приехал первоначальные буквы в реческом альфа и омега и куда бы ты ни глянул я есть альфа и омега с любой буквы начинает слово и ты найдешься Бога первые и последние начало и конец и поэтому Бога ты должен видеть везде везде где в доме находишься кто этот материал дал поставил землю на водах ну на водах что ли ты налей в бак где-то и попробуй на этом глину теперь положить как ты построишь то они в пундамент где не копают везде вода почему она в глину то не превращается и дома все не проваливаются страшные правосудия как ты сделал все Господи обычно люди как делают сначала пундамент а потом крышу а Иоанн зато говорит это Василий Великий шеста дней повторяет не так говорит он сначала говорит создал небо а потом землю сначала крышу а потом дом строят в Америке сейчас так и начали строить сначала возводят крышу на высоте а потом под ней уже вот альфа и омега я остановлюсь вот на этом я начальник детского лагеря создателем 44 года это не два года уже надоело бы придуреть это на меня сколько уголовных дел возводили все кончилось ничего ну клеветики всяческие препятствовали там 18 раз лагерь сжигали а он существует и они такой ответ давали прокуратура там самовыденстанция вынесли решение но лагерь существует почему мы поднимали на ноги всех все молились и нынче благополучно а также опять же лагерь в голову приезжали дети отдохнули и уехали но нынче не проверок ничего не было он альфа и омега вот мы идем с детьми по дороге говорят как учить детей не напрягайся зря ты выпросил бога это вы знаете если человек детей не любит да как любить да так любить как сиропин царовский к нему люди шли молиться некогда и он когда слышал уже у дверей шабарчат он говорит в окно выскакивал и в траву заляжет все говорят залег не найти монахин тогда детей выставляли они ходили и кричали сиропинушка он тогда не мог вылежать выходил куда денешься то есть нужно научить все силы полагать на то чтобы дети воспитывались во Христе вот у нас каждый день после утренней молитвы зарядки считается блаженное петело толкованием ну ты что-то ребенок пропустит вот у тебя на заре спит ты считай молитвы слух это на другом уровне откладывается мы еще спали а мама у нас читала молитвы это все отложилось и вот видите у нас один на деревне священник мне пришлось первым обратиться через меня брат пришел у меня духовное начало теперь он для меня духовный отец а Господь как все это делает начало и конец о чем бы не заговорили какую букву не сказали мы идем с детьми по дороге что у нас впереди дорога деревья и вот тут и проявляется экзамен как бы в игре в игровой форме дерево а где про дерево написано что оно означает я вывожу детей на колесе разбросаю листики разные вот какому дереву принадлежит листик кто-то знает там то что у нас есть теперь найти это дерево теперь на что дерево это годно как Бог сотворил вот ты идешь идут на встречу мне тут два мальчика местные где-то вижу веселые толкаются так остановил о чем сейчас рассуждали хотел бы я узнать ничего нет то есть сказать бы можно но лучше не говорить нужно учиться мыслить гиблейскими категориями я не говорю это не просто о мальчиках из них вырастают взрослые из них старых священников вот по каким критериям избирать вы младыка помните это самое страшное вам испытание на суде Божьем будет за руку положено не за то что вы выпьете не за то что упадете где-то это единственный грех который Бог не прощает так это Папа Лев говорит умер когда ему явился молился у гробницы Петра много сорок дней ему ответил Господь все грехи прощенных кроме одного кого-то он заположил я не выдумываю это же тебя святых говорится почему потому что незаконно то есть как решаешься ты быть священником о чем говорит Симеон нового богослов много о Шесаха Сюре напоминать не надо вообще все небесное как же ты решился на это ты должен каждый день не считать Библию каждый день нести благую весть яхан с тебя тоже не снимает ответственность а то единственный человек в Ипахии который подошел я вот совсем не знаю он говорит а вот в нашем училище военном высшее училище авиационное я вел там у них занятия приходил вот ученик оттуда вот никогда не думал что через столько лет придется встретиться это Диво Божие поэтому нужно не просто я избрал тему и буду говорить как основная часть чего вас учат то это правильно все но ты должен увидеть открыть глаза вы перед народом вам вы не то что немыки там приехали какое-то в уставе так заположено юноша тут где-то у нас Терентий где он у нас Ирёма 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 где сидят учителя они это могут и вот где про это говорится где говорится про воду что Библия об этом говорит как в жизни увидеть слово Божие это не не бумага оно написано живо и действенно живо хотя первые слова которые я считал написаны 3600 лет назад 36 столетий и оно действенно сегодня касается по образу нашему и ты воображай какой ты образ и подобие а люди вменили во всё пареньки попутно расскажу почти они идут девушка учится в школе ну как его назовём дочь олигарха богатого какая она там Василиса к примеру юноша хороший она пришла пап ты познакомился у нас Игорёв да какой-нибудь лох богат он да не богатый но он интересный у него такие мысли отец давай вот она ему дала он пришёл там адрес потом прибегает папы как лох ещё у него нету он сразу говорил ну ты знаешь на кого ты сватаешься ты это Василисе ты можешь создать условие что у нее 4 комнаты каждый год едет на Багамские острова отдыхает он говорит как бог даст надо же так на день я ей даю сегодня полторы тысячи иногда ей не хватает ты можешь создать как бог даст вот у нее машина она знает там ВМВ какая ты можешь ей такое купить нет? она привыкла не можешь охранника может содержать нет? он говорит как бог даст и когда вернулся обернулась дочка и говорит вон где такой парень но мне понравилось как он меня называл некоторому нравится как его они называют ну а по сути это дело разобраться сказал он это не соответствует действительности давай попроще если можно а ведь нет для виду будем мы говорить что ну на чего как она делит ты осознай назвали тебя а ты не соответствуешь это побуждение к тому чтоб ты соответствовал не к тому чтоб тебя не называли хотя пока этого нету то лучше не называть вот от а до я означает все я возвращаюсь на прежнее вот мы видим осень пожелтели листья едете дорогой о чем рассуждение пощупалась седина появилась и откуда она уже и не думал давно ли я тут с погонщиками ходил вот так и это природа напоминает нам от а до я и тополь пожелтел и в первую очередь а написано или что-нибудь про это написано а сока растет при воде но прежде других трав скашивается то есть кто больше всего имеет ближе к деньгам такому раньше всего кабачика колят ты сразу переводи на это и думай ай ай написано не дружи с тем кто имеет власть умиршлять это все из листиках убрали и теперь он придется жалпеть так лучше отступись еще не поздно а не так я ухожу громко дверью хлопну наоборот те которые у тебя были ты побеседуй с ними расскажи насколько все скоротечно даже моргнуть не успеешь уже на той стороне у Шолохова тут такими словами дерзкими ты спроси старого человека у которого кровь как в глубоком колодце помнит ли он как жизнь прошла ничь не помнит все пролетело и это все человеческое видите звание сказать освященный больше ничего не надо преосвященный то есть превосходная степень нет ему призвали теперь высокопреосвященный еще то а он думает ну какие освященные я вон куда залез во времена то когда вдумаешься вот там высокопреподобие с вами сидит то еще тоже высокое ну и ясное дело что преподобным быть это не малое дело так нет еще надо высоко вот кто то же сидит там это придумывает и письмо то ответил Савва управляющий делами подпись его на бланке патриарх прям рядом был не допустили не по совести патриарха любят ему приготовили обед хороший вот сегодня как бы не монахи у нас бы обеда такого не было почему среда рыбы нет но где престол престольный праздник там рыба разрешается видите как они через желудок давили то писали не знали а везде икру боже лазер и субботу а рыбу нельзя догадайся рыба гроб а это дающая жизни икра это лазер вылез оттуда то есть они через живот долбили и долбили и битва оказалась на стороне я не против я икру тоже люблю но не эту которую годовитую продают в коробочке хорошо что вы съели вот если мы говорим о Боге то этим должна быть наполнена вся жизнь дыханием припомни все его милости где ты был в каких опасностях в какие дороги сколько людей ежедневно погибает тысяч это миллион а меня ты пронес дивный релик ты господи и где бываете с высшим начальством вот я не скрываю по полной программе пользуюсь тем что владыка у нас он дорогой подремлет укрепить владыку вот говорят владыкой нельзя называть сектанты я им показываю владыки народа в Израиле называют начальники ничего нет в этом нет ничего но ты владышествуй не потворствуй не просто рви и мечи да без посохов пойди по домам вот у нас евангельский посох тут нужно было показать а так что ты стоишь на паперте за палочку держишься молодой еще бывает архиерей где то это меньше всего палочка нужна когда шелкопряда выносили из Китая тайна больше она нигде тебе не сгодится ты ей даже ударить не посмеешь она переломится бывает это у Ивана Грозного там он пришпили разговаривает вернемся к званиям что бы ты не увидел где и понимая есть наслоения вековые есть наши привычки я возвращусь к библейскому нужно произносить Святое Евангелие и Святая Библия вот на меня напали говорят а что он говорит Святая Библия Святой Евангелие понимаю один священник из вашей епархии к слову сказать я бы его назвал но боюсь как бы его за то что он хорошо к нам расположен не прищучили его не бойтесь обратите на его внимание звать его отец Сергий в Китае сейчас он догадались и он вступил с этими людьми в полемику я молчу а что бы говорить газета Черная Сотня а где посчитал Святая Библия это какой-то еговистский жид у меня еговистский жид очень интересно у меня степень то высокая какая а он говорит скажите а вы ребенка отдаете вот в школы там бывает ну не знаю как детские библейские или как называют да а им говорят о потопе так это из Ветхого Завета дальше еще что-то ему напомнил тоже из Ветхого Завета а вместе составляет Библию а Игнатий говорит только написал гляжу говорит писание не знает я теперь поверил это точно православное расписание не знают совсем не знают да и мало того обзывается да старается более грезко так сказать или тих там выходит Дворкин Александр Леонидович ему задают в Новокузнецке и все это заснято на видео а вот как вы относите с Клапкину там псевдо православный видал ничего моего не считал в глаза не видал а когда был в Барнауле в это время пришли наши которые занятия я веду в университете техническом АГТУ его приглашают он не пошел он отказался вообще а тут выносят а ему записка поступила от Михаила Кальмаева он говорит это не так вот сколько людей называют которые пришли из баптиста в любых местах стали православными как Андрей Курайер говорит ставят на первое место по продуктивности работы миссионерам хотя такими себя не считают удивительное дело Дворкин попятился на капитре стоит ну я тогда не знаю то есть это уже сдвиг просто так давить долбить я патриарху писал этому учить не надо ничего не надо я православный да с тобой это православные старобрядицы за одним столом сидеть не будет что ты надмиваешься ты посмотри как другие на тебя смотрят а ты их старобрядцы найди дорожку какая у них и вот я с ними беседую без попутца там написано иерей глаголит кто такой иерей ему разъясни а он глаголит а как глаголит когда его нету на простом самом уровне то и его приведи он не пойдет в это не коньянство патриархина но есть белокринецкая иерархия которая канонически признается московским патриархатом официально признано у них священство в основном покажи им туда дорогу а где священство есть дальше уже легче разговаривать то есть где бы ты что голову не повернул все наполнено от а до я альфа и омега и начало и конец иногда такие люди вопросы задают ну а какая же у нас вера иаком 2.19 бесы веруют и трепещут выходит димитрий смирнов назовем его приближенным патриарху поселевым структурам братья и сестры сестры не обо всех нельзя говорить никогда братья только я уже объяснял это там сколько же двенадцать раз говорится или сто одиннадцать братья и не рады братья и сестры ни один не златоуст никто к ним не обращается а они же были в храме братья только братья и патриарх и все братья и сестры четыре столетия вообще братья и сестры не было а потом постепенно и вот здесь говорит он димитрий смирнов какая наша вера православная бесовская наша вера это в храме московском говорит я сибирь подхватил бесовская вера но дальше надо бы пояснить да когда веруют неправильно веруют без дела веры бесы имеют больше говорит что они трепещут а вы не трепещете а когда я пойду поп грехи примет я сдам ему ничего не может тебе простить без изменения жизни это все ваши правила которые вы в кармане носите требники а они называют умершего рабом какой раб когда любого цигана принесли отпевают вот попробуйте в этом даже вы митрополит власть ваша уже на епархии как бы распространяется так не знаю но я думаю ничего вы не сделаете с торговлей вам не поладить потому что в вашем соборном храме торговлю во всех идет на моно бегает туда-сюда там фраза тор бог меркурия у него крылышки на ногах бог торговли в греческой мифологии подставь четко и ясно у нас написано правила они здесь сфотографируйте пускай ваше брат я вижу у батюшки прямо в прихожей у нас написано шестнадцать наших правил воплотите их при том после каждого правила местописания собора какая статья вам это очень полезно будет владыка можете послать его ясно прямо в прихожей у нас вот тут нет нет прям где были архимандриты все фотографировали обязательно снимите готовая программа и там рядом второе которое принято решение подробностей в отделении там ключи там тут там открыто пошла там там серафима нет серафима при возбасе оглашенная должны выходить оглашенные и не крещеные и чужие вот если бы это у нас было он выходил шапер Но ради Владыки послабление, как, ну все такое, вот это где-то я вижу, юноша тут был, и у нас этого не было, соглашение говорили, племянник родной, он вышел сразу, соглашение где-то, поставь задачу, ее, и вашей власти хватит с избытком, Владыка, с избытком, торговли не должно быть ни здесь, ни в церковной ограде, каноническое правило, а Мамон, а Мамон упрется, подожди, поп, потому что вы накладываете оброк на них, а он из кожи вылупается, попу платить нечем, давай, я вас конкретно не знаю, а до этого было, продаю, говорит, последнее, чтоб только, речь о чем идет, какая контрибуция накладывается на приходы, бедная, может даст, у нас ни в тихий, ни одной копейки не накладывали, так что, имей в виду, это вы там прочитайте, не быть торговлей, рядом правила, соборы, библия, откуда взято, все 16 правил, которые у нас приняты, в церковной дисциплине, приезжают архимандриты, фотографируют, еще никто не выполнит, а выполнять можно в неделю, я говорю, скажи, какое правило невыполнимое, все до одного уходят, и говорят, выполнимое выполнить не могут, почему, в прошлый раз я говорил, Владыка, не знаю, как вы серьезно отнеслись, все-таки вы лидер, хотите, не хотите, у лидера должно быть 6 качеств, загибайте по пальцам, первое, самое важное, воображение, вы должны воображать, воображить, как поедете, потеряем, а то уже решили, дождь будет, с трассы сижать не буду, ваши слова сегодня, вы в торопях не сказали, а я, а я сказал, пробьюсь, у вас не хватило четвертого качества, первое, воображение, вот я начинаю нынче, вот где поехали трассы, тут по колено тракторы было, это нынче мы сделали, наняли, ни денег, ничего нет, и вдруг Бог дал денег, только вот трасса, все управляет, стоят, 10, кажется, тысяч пришлось отдать, сейчас спуски где-то сделать, полста почти тысяч, вот сейчас песком только засыпать, вот которая новенькая, 60 тысяч еще добавить надо, а потом крупный щепень, потом мелкий, чтобы вы в гости могли к нам ездить по дороге, а тут ее не было, просто колея, яма, провалы такие, ну, на могучем тракторе можно только проехать, некоторые говорили, да зачем надо, за тем, чтобы следующему поколению легче жилось, ты посея это доброе, первое, воображение, начинаешь дело, что за этим будет, как я это выполню, следующий этап такой-то, вы не подумайте, что я уж какой-то там путист, но у Путина, как мне кажется, очень хорошие советы есть, я каждое дело его исследую внимательно, смотрю, повестки его рассматриваю, мы всегда о нем молимся, чтобы от покушения Бог сохранил, я видел, как было, на него бросались, и все это заснято и выставлено, с матерками на требуху, прям к нему прорвались, где-то так было, на каком-то совещании, ну, пусть повалили и утащили. Воображение, второе знание, я думаю, знаний у вас хватает, вы, может быть, как мне известно, пришли не раньше времени, долго были на приходах, у вас должен быть очень большой опыт работы с батюшками, вы долго им были, вы знаете их слабости, знаете отговорки, почему не проповедуют, почему не благовествуют, почему не идут из дома в дом, вот, с этой стороны, знание должно быть у вас, знание писания на первом месте, психологию человека, то есть его слабости, и на эти слабости наложить вето, батя, не хвались за этим, молись, Бог освободит тебя от этого, а папы что, осеменился, ребятишек много, не могу, никуда нет, это не отговорка, а вакууму сказала Анастасия Марковна, связали, он говорит ей, связали вы меня по рукам, она говорит, иди, посекай ересь Никаньянскую посреди поля, забудь о нас, то есть надо людей настроить мужественно, второе знание, третье качество, это умение, как это воплотить в жизнь, первое воображение, знание, умение, все, у тебя есть, начинай, а ты думаешь, а на тебя жалобы пойдут, вот, и-ка, свои же, которые рядом сидят, говорит, один из вас предал меня, а тут, может быть, 12, и только один не предаст, вот такая может быть ситуация, и что тогда делать решительно, четвертое качество, я вас не знаю, но решительность, это не жестокосердие, решительно поставлена задача за себя, гляди, взглянув на Христа, Бог поможет, я вот начал делать, у нас тут три фруда, и восстановить, они просто разрушат от одного болота, и я не отходил 7 дней, дождь идет тут, а бульдотинг толкает, а я перед ним рубашки стою, машу каждый раз, где опустить, где что, я ровно 7 недель на ветру был, сегодня ночью закашивал, думаю, пропал я, у меня в тюрьме бронхи тряпками сделал, морозилки меня держали, но утром встал, не кашляю, люди очень многие молятся, решительно, найти вам нужно таких, которые понимают это, менять надо обстановку, я не говорю слово реформа, его боятся, но и так идти дальше нельзя, люди приходят и уходят, нужны люди по подобию, подобию своему сотворению, вернуть образ утерянный, решительность, и пятое качество, вы его только не испугайтесь, беспощадность, беспощадность, какая? к разгильдяйству, тому, кто не держит слово, сразу его ороли на сторону, он тебе только будет мешать, раз, два обману, а почему третий раз не обманет, ты его предупредил еще один раз, я никакого общения не буду, как тебе поручать, когда ты не выполнил, есть такой фильм, Вечный зов, он многосерийный, первый, просто длинный, длинный серий, сколько там, около 20 серий, и вот они во время войны, заши там перелез, тихон такой, кто там, глава администрации, тогда был первый секретарь, и говорит, так, вот здесь вот корпус стоит, вот здесь вот такой, я с Москвой приехал, вот здесь вот танки выпускаются, здесь заши снаряды, пушки, полгода дует, ничего нету, совершенно ничего нету, все будет, через 4 месяца, чтобы первый танк сошел с конвейера, вы сами знаете, если не явно, то по книжкам, никто не разговаривал, а что, статья вредительства, 10-8, и ты, и дети твои пойдут туда по этапу, и не вернутся, значит, ты будешь колотиться, ты будешь работать, а для Бога надо или нет, потому что объявлена война Богу, и этот вызов Бог принял, на небе произошла война, и дьявол был сброшен, и говорит, горе живущее на земле, он не просто упал в болоте и утонул, он прямо расслышал, горе живущее на земле, ибо к вам сошел дьявол в великой ярости, ища кого поглотить, мы приняли вызов этот, это не просто так, я вам свидетельствую, тебя будут, по-русски говоря, жучить, давить на каждом месте, это не жестокосердие, решительность, и последнее качество труднее всего приобретается, почему-то я осмеливаюсь сказать вам, что оно у вас есть, я знаю людей, у которых 5 качеств, труженики, все знают, начинают, никого нет, причина 6 качества нет, оно называется привлекательность, привлекательность, это означает, тебя нету, ты уехал, но ты в центре событий, которые там совершаются, и люди это делают, ну, знаете, победоносцем был когда-то у Саря, глава, там, этого, оверпрокурора, а у него был помощь, он кто-то с архиереями мог что угодно выгнать его, но выходя в прием, они видели саблера Владимира Карловича, и саблер был утешением, как луч света для них, он их целовал, утешал, помогал, и опять на свое место батюшки возвращались, ну, это я просто много занимался этим, такой саблер обязательно найдется, вы, я думаю, не победоносцев, маленько я уже узнал вас, и очень желаю, чтобы вы спаслись, я не буду вам желать что-то там еще, спаслись, если мы не спасем душу, зачем все остальное, зачем я родился, я тронулся, когда посмотрел фильм «Отвержный Викторий Гугов», где главный герой, говорит, спасти не жизнь, но душу, кто душу, говорит, свою не полубит Раби Христа, тот что, ни во что ее поставь, я для Бога жизнь свою посвящаю, и желаю, чтобы Альфа и Омега, он стал для меня, наполнил все собою, упрекать буду, даже вот у нас, мало народа обязательно упрекают, я занялся дорогой сделать, вот сейчас вы проехали, тут ямины были, лужи никогда не просыхали, теперь 2-3 пруда, поднимается уровень, может быть рыба, то есть, поднимать почти полтора метра, но как удержать, тут весной валом идет вода, как эти сливы сделать, их сносит, все, прорывает вода, у меня сейчас задача есть задача, тоже помолитесь, как это сделать, потому что не осело еще, и в то же время, оседать-то так не может быстро, что делать, решил сделать из дерева сливы пока, из дерева, и то уже 40 тысяч долой, по заказу, чтобы нилья там не было, пятерка были и прочее, мне это уже не надо, мне 77 год, но мне так охота сделать, чтобы люди, которые будут жить, а мы хотим, чтобы жили, чтобы они радовались, благодарили Бога, что мы не наследили жизнь, а оставили смерть, а мир. Спасибо, Господи! Спасибо, Господи! Ладно, благодарим. Песня. Глава Хорисе, Христе, Боже наш, як Он отсытил и сил над земных Твоих благ, не лиши нас Сын Небесного Твоего Царствия, но як обозрите учеников твоих пришел, если спаси, не дая им, Благословен Бог, милый, питая нас от своих богатых, даром своей благодати, человеколюбия всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Благословен Бог, милый, питая нас от своих богатых, даром своей благодати. Мы ездили в Клочки, а потом заходили к нашей сестре, она раньше жила в Барнауле, теперь она живет в Клочках. Она живет с апреля месяца там, у нее было освящение дома, освящал наш батюшка, потому что батюшка, который правит службу в Клочках, ей не разрешают даже в храм пойти. Он поставил такое условие, что если она будет в храме, значит он службу везти не будет. И вот она с апреля месяца стоит даже за притвором. Не притвор, на улице все. Так вот, помогите, пожалуйста, разберитесь с этим. Ну как-то уж этот священник никак никому не рассчитывается. Хорошо, да, он такой. Ну так плохо. И вы, пожалуйста, обяжите его к нам в гости приехать. Вот, правильно, в следующий раз надо его сюда. А Нина Желда в Клочках, который не пускает, так и стоит на улице. Да. И она такая сестра, которая бы помогала этому священнику больше, чем кто-либо. Она очень древностная. Вы мне давали когда-то свои книги, а мы вам свои журнальчики оставим. А у нас их берут, Алтайская миссия. Мы их постоянно берем. Раздадим, берете? Да, нам переберем. Так, вы, если только вспомните, с Клочки Рябихинского района. Да, я помню. Так она и стоит на улице. Ну, я же говорил ему. Так нужно что, чтобы он принародно ввел ее. Апостол Павел Билли говорит, принародно хотите тайно выступ запустить, даже если он согласится, не это надо. Он постоянно клеймил, развешивал еретики и прочее. Я говорю, если мы еретики, а Владыка приезжает, служит с нами, вас в первую очередь по канонам надо отлучать. Вот и все. Проверьте, вызвайте меня на суд, узнайте, еретики, абсолютно православные или кто. Вам что-то сказали. Сделаем ему дознание. Я что хотел, я сказал вам. Она помнит, ему сказала, мне Владыка благословила, а я ничего не знаю. Не запускает храм, представь себе. А это самая лучшая помощница была бы. Вот он. Никита, не забудь. Спасибо. 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 Спасибо.